Продолжение следует... Ну, изначально, да, это инструмент североамериканских индейцев. У них был, правда, свой строй. Они играли на деревянных плейтах. А строй стандартный, который сейчас используется на пимаках, пентатоника, он уже пришел с приходами европейцев. Ну, а вы откуда черпаете? То есть вы ездите регулярно в Америку и берете мастер-классы у индейцев? Или где-то здесь какие-то в России подобные аналоги встречаются? То есть вот секреты, если можно, приоткрывайте. Секреты и великий интернет. А, просто все, да? Супер. И еще я знаю, что вы родом из Альметьевска? Да, из Альметьевска. Супер. Вообще, на самом деле, вот Владимир Николаевич Кислицын и множество-множество талантливых музыкантов родом из Альметьевска. Это надо отдать должное этому городу, что вот таких вот необычно талантливых, ярких творцов, не побоюсь этого слова, этот город воспитывает. Что еще можете все-таки рассказать о секретного или не секретного, о своих инструментах? Кто на них играет, кроме индейцев? Играют ли профессионалы-нуковики или это больше любители экзотики? На этом инструменте может играть любой человек, даже без музыкального образования, потому что пентатоника, она звучит хорошо во всех сторонах, и у нее так конструкция такая, закрытый свисток, то есть воздух подается через щель, сразу напряжение, и не нужно учиться. Супер, просто какое-то волшебство. А как вы это делаете, плиссанты? Тут вроде никаких кулисток на тромбоне, а у вас прям получается, так сказать, и прям ползать от звука к звуку. Как это вы достигаете? Если честно, это чисто интуитивно, у меня выбора, я не могу объяснить. А, то есть объяснить не можете, это просто изнутри у вас идет? А, то есть выражение того, что на душе я слышу. Обалдеть. Все-таки у вас есть музыкальное образование или нет? Нету. То есть... Дайте поаплодирую. Существует легенда об этой флейте. Давным-давно один юноша пошел охотиться и в лесу он услышал сверхчизн. Какой прекрасный звук, подумал юноша. Я тоже хочу так делать. Он взял ветку, продырявил в отверстие в нем и начал дуть. С какой бы стороны он ни дул, у него ничего не получалось. Он очень сильно расстроился, бил по палке и так далее, пытался извлечь из нее звук. И вот однажды он решил уйти из своего селения и пошел на гору. Как рассказывает легенда, он в полную локу и медитацию к нему пришел, он божестворил и показал, как сделать флейту. Когда он ее изготовил, он вернулся в свое селение. У вождя была дочь, а этот юноша был бедняк. И когда он заиграл на этой флейте... Она сказала, куда ноги ведут меня, куда ноги ведут меня, он же бедный. Вот, по легенде ее прозвали флейтой любимой, пимак. Но пимак это русское название. Вот такая вот флейта. Сейчас я вам вспомню две композиции, на ней вы можете послушать. Спасибо. 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 Аплодисменты Артур Кубайдулин. Спасибо. 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 Огромное. Еще я хотел бы, чтобы ты рассказал, те, кто заинтересовался этими инструментами, могут приобрести их сейчас, но для тех, кто финансово не готов сделать это сегодня, как найти тебя, где в мастерской находится? Мастерская находится в интернете. Мастерская находится в интернете. Артур Кубайдулин. Мастерская флейт МА. А почему МА, кстати? Почему МА? Мне этот звук понравился. Просто МА. МА. Не мини фанеля МА. Артур Кубайдулин. Спасибо большое. Спасибо за вас на встрече.